здравствуйте друзья мы сегодня пойдем на следующий возрастной такой диапазон поговорим о том что там происходит и ну вот как как я это понимаю значит этот диапазон будет грубо говоря 35-45 хотя может быть правильнее было бы сказать что 38 но не суть вот скажем так я предварю как бы более подробное рассуждение неким таким философским обобщенным дело в том что по мере того как человек движется в своем возрасте годы идут происходит два процесса параллельно взаимодополняющих значит один процесс состоит в том что какие-то ресурсы у нас убывают и это такие ресурсы но очевидные да то есть скажем у нас физических сил уже не так много допустим не только физических но например давайте назовем это энергетическими ресурсами вот если вы посмотрите на 100 молодых людей случайным образом взятых в возрасте 20 лет и допустим у 70 из них там глаза светятся хотя они что-то им хочется в жизни а если вы на эти же 100 ребят посмотрите когда им 45 например то выяснится что уже не 70 со светящимися глазками а только 10 с которыми что хочешь делай у них будут светиться пойти а остальные как-то потухли поэтому вот у них как бы энергетический ресурс исчерпывается по понятным в общем то причинам у нас не причины волнует а как бы больше сам факт так вот очень часто люди которые постарше они говорят да ну вот я я уже не могу меня уже нет столько сил у меня уже нет того и нет всего и это даже понятно о чем речь но есть второй процесс очень важный второй процесс состоит в том что у человека появляется опыт жизненный я не хочу сказать что там 40 лет или там даже 45 у него есть вот то что скажем хотелось бы назвать мудростью может быть до этого еще лет 30 надо но во всяком случае есть хороший такой жизненный опыт и люди уже не разбрасываются там на всякую ерунду они отличают ерунду от не ерунды поэтому у них это намного выше эффективность и поэтому такой большой разброс между тем что происходит в этом возрасте с разными людьми потому что вот эта комбинация ресурсов она очень разнообразна то есть вот кто-то дольше сохранил физический ресурс кто у кого-то раньше соображалка начала как бы работать не нужно что она как соображалка но допустим он был на какой-то работе или какая-то жизненная ситуация сложилась когда он имел дело с большим количеством людей и это на него очень сильно повлияло он начал понимать вещи которые ты ним ты не будешь никогда понимать если ты не начнешь иметь дело с большим количеством людей вот со мной так произошло поэтому очень очень большой разброс потому что комбинаций сочетания ресурсов очень много вот вот это я хотел бы обратить ваше внимание на это какая в связи с этой концепции проблема часто возникает у людей они не понимают свои 40 там или 45 они не понимают что у них есть ресурс которого нету в 20 25 или 30 в виде вот этого опыта они судят себя по способности конкурировать с пацанами да конечно ты не можешь с пацаном конкурировать на его поле ты на своем поле с ним конкурирует и все и закроется сразу вопрос давайте но но как только ты не понимаешь своих возрастных как бы преимуществ а видишь только свои возрастные недостатки но ну да но каждый из нас это совокупность вот там этих и плюсов и тех плюсов и минусов тогда есть еще одна вещь о которой я хочу сказать до того как мы пойдем может быть на больше деталей дело в том что проходя по жизни человек движется с точки зрения физического ресурса он движется под здоровье которое было получше к здоровье которое становится похуже происходит естественные процессы и неестественные связанные с нашим образом жизни там сам и так далее но крайне сложно крайне сложно найти номер 50 даже скажем 45 человека который бы не имел каких-то серьезных проблем со здоровьем не то что их нет совсем но их очень мало это могут быть люди которые например активно занимаются спортом и тем не менее я когда-то этого не понимал но потом до меня дошло что эти 30 лет очень много людей имеют проблемы со здоровьем и казалось как то а чё в 30 правда вот очень много людей имеют проявлено со здоровьем и намного раньше поэтому а как бы особое внимание вот в этом возрастном диапазоне я бы сказал надо уделить своему здоровью как минимум не деланию плохих вещей это скажем там алкоголь это курение это как бы очевидно нехорошие вещи некоторые говорят что вот и кофеин плохо это плохо но я не знаю конечно если вы каждый день там по три чашки кофе пьете этого даром не пройдет но если в этом раз через раз там старбакс зашли я не вижу проблем никаких но но опять но я не специалист по всяком случае чем больше внимания вы будете уделять своему здоровью тем больше вас будет физического ресурса и в тот момент когда вас его не хватает очень важно его иметь когда у тебя казалось бы вся жизнь впереди и там у тебя ресурсов полно и ты бездумно делаешь какие-то вещи тут уже пора соображать тоже должен сказать себе у меня не так много осталось чтобы я так беззаботно все это дело разбазаривал значит надо уделить вот этому внимание лишний вес я например когда в зеркало себя смотрю вообще мужики они как бы так не не сильно капучеют это девочки они все больше тут там они недовольны собой мужики с позеркать нормальный мужик но когда мне сказали что мне нужно там 30 фунтов у меня лишнего веса этом 25 я не помню что мне надо скинуть я смотрю на этого дядьку врач который со мной разговаривает и я говорю а как же я выглядеть буду если мне 30 паундов скинуть это же я во что превращусь он будет и вот так а он найти выглядит как кощей ну такой не не совсем уже скелет из него виден на такого типа кощейства и он так с гордостью готов как я будешь я не хочу и честно но с точки зрения медицины да получается что у меня там какое-то количество лишнего веса лишний вес даром не пройдет никому и по молодости опять у тебя физического ресурса больше у тебя организм справляется с лишним весом становишься постарше немножко и уже меньше ресурса и меньше ресурса и меньше ресурса и накроет гарантированно и в самое такое время когда ты уже думал что организм привык и ничего тебе за это не будет значит обязательно будет вот наступит момент когда обязательно будет и за курение будет и за выпивку будет и за бессонные ночи если эта система тоже будет в общем что я хочу сказать что это время позаботиться о своем здоровье самым серьезным образом потому что если здоровье не будет не будет же вообще ничего уже не не нужна карьера уже не нужна иммиграция вообще ничего не нужно нет радости в жизни карачек больной поэтому вот это тот период времени тот возраст когда это даже должно если все с вами нормально у вас должно это быть и на первый план вы должны отказаться от того что вас гробит то есть осознание вот этого вот дефицита ресурсов что еще важно важно оптимизация вот это время оптимизации когда ты говоришь у меня этого меньше у меня этого больше у меня нет возможности охватить сразу все я должен оптимизировать и я должен выживать за счет опыта потому что опыт позволит мне не имея столько сил чтобы соревноваться вот там с молодняком этот опыт позволит мне пойти в правильном направлении где даже меньшими ресурсами я смогу получить результат может быть даже лучше чем допустим тот который там помоложе если бы молодому да еще и опыт понимаете бонапарт был бы но каждому каждого возраста свое поэтому нельзя разбрасываться нельзя и идти сразу к десяти целям но если ты уже идешь какой-то цели ты не можешь дешевить ты не можешь делать тяп-ляп у тебя нет возможности исправить пойти в молодости ты ты думаешь что я еще успею я еще перепишу я если что не так я еще здесь ты не можешь у тебя уже не будет времени переписать у тебя остается меньше 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 и то время которое тебе остается меньше 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 это время когда у тебя в целом твоя способность что-то делать по совокупности снижаются поэтому Поэтому, если ты хочешь этот возраст использовать полноценно, ты должен оптимизировать, что ты делаешь, как ты делаешь, с кем ты это делаешь. И каждый раз, когда ты тут пренебрег, там пренебрег, здесь не доделал, там махнул рукой и так далее, это все очень болезненно с точки зрения того, что ты можешь достигнуть. И, в общем и в целом, если соответствовать своему возрасту, в смысле как бы вести себя и планировать свою жизнь адекватно возрасту, я не хочу сказать, что абсолютно все задачи достижимы. Например, если в возрасте 44 лет человек, который занимался бухгалтерией, вдруг решил, например, стать математиком, серьезным, профессиональным, доктором наук в перспективе ближайших 50 лет, я думаю, у него не получится. Ну, практически, это что-то невероятное должно произойти. Но за пределом вот такого экстрима, который сам по себе, чтобы быть хорошим математиком, это уже экстрим невероятный, это вообще мало кто способен. Но с точки зрения достижения жизненных таких задач, ну, очень многое еще доступно. Вот мне говорят, а мне там 44 года, я могу стать программистом или там тестером. Знаешь, что, программистом, но если ты до этого был математиком или физиком, или там каким-то ученым, я не знаю, в какой-то области, у тебя мозги с детства крутились и до сих пор крутится хорошо. Можешь, но почему не можешь? Можешь. Другое дело, что ты, конечно, вот с пацанами тебе будет уже сложно, ты будешь там вдвое их старше, они будут в 5 раз более продуктивные. И с этим ничего сделать нельзя. Я со своей стороны считаю, что вот, например, наша область, которую я разрабатываю, тестирование, я считаю, что это вот такая оптимизация. Потому что для человека там в возрасте там, я не знаю, там 43-4, там 5, ну а что, 3 месяца, 4 месяца и вперед, и пошел, и деньги нормально. То есть, конечно, ты не программист, но так ты же на подножку вскочил, поезд идет. И вы меня не поймите превратно, я с гораздо большим удовольствием имел бы у себя студента, который вдвое моложе. С ним работать легче и его пристроить легче. Мне не то, что мне там сильно хочется, чтобы у меня вся школа была там за 40, нет. Но если ты ищешь пути, если ты оптимизируешь, если ты оказался в эмиграции, тебе надо как-то жить, зарабатывать и так далее. И у тебя есть там сколько-то профессий на выбор. Конечно, ты можешь, вот некоторые идут, трак водят. Там был кандидат наук, там, химик. А теперь трак водят. А там кто-то вот там в охране работает. Знаете, там форму ему дали, 12 долларов в час, вот он стоит. И для кого-то это нормальная работа, а для кого-то это абсолютно ниже его уровня и так далее. То есть, если он понимает, что это ниже его уровня, если он хочет делать что-то интеллигентное и хорошо зарабатывать, ну, не знаю, вот я считаю, что мы как раз вот это делаем. И мы же не одни, есть много всяких ниш, через которые люди проникают. Вот этих много таких как бы бэкдор, да, то есть вот черных ходов. Но надо знать, что они есть, надо верить, что они есть, надо искать их. И через людей, через форумы, через я не знаю что. Но надо искать свой путь. Ты не можешь идти уже по магистрали, потому что по магистрали идут те, кто тебя моложе вдвое. И их берут прямо с магистрали берут. Потому что молодые, потому что у них еще вся жизнь впереди. И ты не хочешь с ними в этом конкурировать. Я, кстати, в эту категорию отношу типичное такое, с моей точки зрения, заблуждение, когда взрослые мужики, там, не знаю, там и 35, и 38, и 42, вот он приезжает в страну. И он в сити колледж пошел. К чему учиться? Профессию получить. Вот он сейчас закончит в сити колледж, там два года проучится, потом еще в университет переведется. И там к 47, к 48, вот он закончит университет, у него будет американское образование. Слышь, ты это, на 30 лет назад вернись. Ты что такое сказал-то? Ну, это же неадекватно, абсолютно. То есть он продолжает конкурировать с детьми на территории детского сада. Так нельзя. Ты взрослый человек. Ищи себе что-то. Тут, конечно, есть, я и по себе замечаю, и так, по другим людям, какое-то торможение происходит в сознании, когда вот ты уже становишься старше, а тебе все кажется, что ты молодой, ну, заметно моложе. Вот у меня субъективно, если меня сознание отключить, я не знаю, там, алкоголем, например, вот, или там еще чем-то, искать бессознательному, Миша, сколько тебе лет? Я скажу, ну, там, 42, может, 43. Ну, вот я себя ощущаю так, потому что я среди молодняка работаю, и я как-то раз попал на Круз, там старые все были, я чуть не умер там от тоски. Поэтому, но, я замечаю, что у многих людей так. На 5 лет моложе себя что-то, на 8, на 10, ну, вот. И ему все кажется, что он работает на другом поле, оперирует на другом поле возрастном. Вот с этим надо быть аккуратно. Надо сказать себе, мне уже положено по возрасту быть взрослее, мне положено экономить на этом, на этом, на этом, и больше и больше строить на том, на чем. На знании жизни, на оптимизации ресурсов, на том, что я не позволяю себе ерунды всякой, а я делаю только серьезные вещи. Вот, как там, меня там поправляли, что барон Росшельд говорит, что я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи. Вот то же самое. Вы не такие богатые в этом возрасте. Вы уже не такие богатые, чтобы дешевкой заниматься. И еще мой такой совет. В этом возрасте не откладывайте ничего на завтра вообще. Вот считайте, скажите себе, нет завтра. Вот есть сегодня. Если я сегодня не съезжу в Париж, я уже не знаю, съезжу ли я когда-то в Париж. Если я сегодня не купил себе вот такую тачку, которую мне всегда хотелось, может быть, я никогда не куплю себе такую тачку. Если я хочу, допустим, покрасить стену в зеленый цвет, я покрашу ее завтра. Вот не откладывайте ничего. Потому что, скорее всего, если вы сегодня отложите, оно вообще никогда не случится. Скажите себе, я живу сегодня, я живу полноценно. И вот, пожалуй, это мой такой совет для людей в этом возрасте. Вы можете, если не абсолютно все, то очень и очень многое можете, но вы можете гораздо больше, чем вы думаете, что вы можете. Вы просто должны сказать себе, вот инвентаризация того, что у меня есть, и того, что у меня нет, и того, что у вас есть, на самом деле, достаточно, чтобы решить большинство жизненных задач. За исключением каких-то там, которые, может быть, вам и не сильно надо. И не соревнуйтесь на чужом поле. Соревнуйтесь на своем, и вы очень много чего сможете добиться. Счастливо! Соревнуйтесь на мой канал!